Не стать заложником проблемы накопления мусора поможет эффективность его переработки. В этом убеждены сотрудники Бобруйского предприятия «Промотходы». То, чему вторую жизнь дать точно не получится, отправляют на захоронение на полигоны Бабина и Вишнёвка. На последние ежедневно приезжают 20-30 машин. Встречает их старший контролёр-приёмщик Валерий Котлеров. Оформляет документы, взвешивает партию и направляет к месту выгрузки. На полигоне я уже работаю почти 25 лет. Это, считайте, третья часть жизни. Работа мне стала как родным домом здесь, на этом предприятии. Столько времени отработать. Коллектив чудесный. Предприятие отмечает 25-летний юбилей. Его специализация – захоронение промышленных и твёрдых коммунальных отходов, а таковых – более тысячи видов. Только на полигон Вишнёвка в месяц поступает от полутора до трёх тысяч тонн. За четверть века – 900 тысяч тонн бесполезного мусора различной категории опасности. Производственная мощность полигона – 200 тысяч тонн в год. Но с годами производственная мощность падает в связи с оптимизацией отходов и сортировкой на предприятиях непосредственно отходов. На данный момент производственная мощность составляет порядка 18 тысяч тонн в год. Ежемесячно к нам вывозится полторы тысячи тонн отходов. Наличие вторичных материальных ресурсов категорически запрещено. Чистота города зависит конкретно от каждого его жителя. На Арджиникидзе с 2013 действует площадка для раздельного сбора твёрдых бытовых отходов. Бобручане привозят сюда отработавшую свой век технику, электросберегающие лампы, батарейки и многое другое. Только в этом году здесь собрали 228 тонн стекла, 87 тонн бумаги и 300 килограммов элементов питания. Когда-то руководство нашего города ездило на конвенцию в Данию. Они увидели похожую площадку там и решили перенять опыт. Стараемся людей заинтересовывать, платить денежную компенсацию за некоторые виды отходов. Наше предприятие отходы превращает в доходы, а город становится от этого чище. За 9 лет благодаря площадке собрано 925 тонн макулатуры, 1413 стекла, 66 пластика, 53 резины. Кроме того, 4 тонны батареек и почти 44 тысячи штук люминесцентных трубок. Сортировка отходов осуществляется и на полигоне Бабина. Затем вторичные материальные ресурсы поступают на мусороперерабатывающие заводы и обретают вторую жизнь. Есть прибыль и есть новое направление, которое мы будем развивать, чтобы предприятие работало еще лучше и стабильнее. В частности, мы развиваем сейчас направление переработки промышленных отходов, таких как отходы бетона, отходы кирпича, которые перерабатываются во вторичный щебень, который используется в дальнейшем строительстве и благоустройстве. Хотелось бы поздравить весь коллектив УКПП «Промотходы» с юбилеем предприятия, пожелать счастья, здоровья, благополучия и успехов в работе. Представить горы мусора в белорусских городах просто невозможно. А вот, например, жители Парижа или Неаполя знают о проблеме не понаслышке. В нашей стране каждая третья тонна вторичных отходов возвращается в оборот. Только за прошлый год собрано практически 800 тысяч тонн. Это в два раза больше, чем 10 лет назад. Сейчас активно идет строительство заводов и линий по переработке. К примеру, в Бобруйске, Орше и Барановичах. В планах возвести 30 подобных комплексов.